Музыка Уважаемые коллеги, буквально два дня назад в парламентской газете была опубликована статья, как нашу страну грабили на протяжении 90-х годов. Но мы считаем, что этот процесс продолжается, нет необходимости более подробно говорить о том, как уничтожалась промышленность, наука, сельское хозяйство, наукоемкие технологии. И действительно, это не случайно, потому что и сегодня процесс обнищания народа, втягивания страны в пучину кризиса продолжается. Недавно прошел Гайдаровский, соответствующий экономический форум, который, по большому счету, еще раз подтвердил, что либеральному курсу быть мы должны и дальше приватизировать теперь уже действующие неплохо тех государственных активов, мы должны и дальше все делать для того, чтобы повышать налоги, пенсионный возраст и ничего не делать, в конце концов, для того, чтобы развивать реальный сектор производства, чтобы побеспокоиться о нашей национальной валюте и решить назревшие уже на протяжении этих 20 лет кричащие по существу вопросы в образовании, науке, здравоохранении, в социальной сфере. Мы провели Орловский экономический форум, где тысячи человек в течение двух дней в дискуссиях пришли к необходимости выравнивания нашей социально-экономической политики с тем внешнеполитическим курсом, который поднимает значение России в мире. Но невозможно решить те задачи, которые объявлены как глобально, если не решать вопросы экономики, социальной сферы. В этой связи выработаны решения, и я сегодня их хочу вам, уважаемые коллеги, доложить. Первое. Необходимо решить проблемы экономической безопасности страны. Для этого усилить государственный контроль от банковской системы и валютными операциями. 789 миллиардов долларов за 14 лет вывезены из страны. Это 39 триллионов рублей. Вдумайтесь в эту цифру. Мы все время кричим, что нам не хватает денег. В конце концов, от зависимости Центрального банка надо уйти от зависимости ФРС США, подчинить Центральный банк президенту Российской Федерации. Надо снять смирительную рубашку с России, ВТОшную. Мы за три года потеряли 800 миллиардов рублей, а по экспертным оценкам около 4 триллионов рублей. В целом, решив эту проблему, мы можем решить многие назревшие вопросы. Второе. Мы часто говорим о социальном государстве, где недор принадлежат народу. На самом деле, природную ренту использует группа людей. 100 человек прихватили под 40% всей собственности и доходов России. Это недопустимое явление. Мы предлагаем не только сегодня использовать природную ренту в интересах государства и народа, но национализировать также и другие сферы. Железнодорожный транспорт, водный, воздушный транспорт, гидроэлектроэнергетику. Это позволит через усилившийся государственный сектор решать вопросы, в том числе и стратегического, и текущего планирования. Вопросы науки, научно-технического развития, вопросы образования, они сегодня назрели. Фракция недавно представила закон об образовании. Хватит нам учиться в баллонской системе и в угадайке. Нам надо восстановить потерянную, ту школу, которой гордилась не только великая держава Советский Союз, но и весь мир перенимал эту систему. Давайте примем наш закон, давайте восстановим те потерянные школы, те дошкольные учреждения. По ним снова наносится в 2016 году бюджетом удар. Дошкольное образование по существу под корень режется, сокращается на 80% финансирования. Многострадальное село. Мы кормимся с чужого сегодня лотка. Надо с этим заканчивать. Надо вводить в оборот 42 миллиона яхтар земли. Надо заняться строительством агрогородков. Экопоселение, как это делается в Беларуси. Вместо 20 миллионов тонн надо вернуться к производству 55 миллионов тонн молока. Вместо 1,6 миллиона тонн говядины надо вернуться, когда мы производили 4,6 миллиона тонн говядины. Точно так в два раза сегодня меньше добываемо производим рыбы. Решить проблему продовольственной безопасности, направив около триллиона рублей ежегодно на развитие агропромышленного комплекса. Надо насытить нашу промышленность дешевыми длинными деньгами, кредитами. Для этого монетизировать необходимо сегодня на уровне ВВП те соответствующие системы, которые позволят дать промышленности все для развития. Надо через государственную программу поддержать малый и средний бизнес. Сделать все для того, чтобы развить в первую очередь машиностроение, авионику, электронику. Все сделать для того, чтобы разрушенная промышленность стала выпускать те продукты высокого передела, которые были бы конкурентно способны и вводили бы Россию на новый уровень развития. Безусловно, налоговая система, она сегодня разоряет наши регионы. Ее надо, конечно, ставить с головы на ноги. Там, где производятся товары, там должны быть и налоги в этих регионах. У нас сегодня 10 наших регионов сосредоточили 66% налоговой базы, где не пашут, не сеют, не варят сталь, не добывают нефть, не добывают газ, не решают многие вопросы с переработкой леса. Тут, оказывается, деньги текут рекой. Сюда все головные структуры, которые имеют офисы, стаскивают деньги. А в Сибири невозможно сегодня увидеть инвестиции. Они в полтора раза снижены, в том числе и на науку, и на производство. В Москве бюджет сегодня равен 1,58 бюджета всего федерального округа Сибири, 1,62 всего федерального округа Уральского. Надо наводить в этом плане порядок, надо заботиться о муниципальном, региональном образовании, надо давать стимул развитию соответствующему производству, чтобы были заинтересованы регионы. Надо принять прогрессивный налог на физические лица. Это дает нам 4,3 триллиона, решив эту одну проблему на сверхдоходы. И мы тогда могли бы бюджет иметь на уровне 20,9 триллиона рублей. Это решает все абсолютно вопросы, о которых мы сегодня говорим. Имея в виду, что у нас резервы и 26 триллионов непосредственно золотовалютных. У нас сегодня 13 триллионов выстраиваются через наши законы монополию на водку, девшеризацию хотя бы 50 миллиардов долларов ежегодно. Вот то, что мы сказали о прогрессивном налоге и все, что связано сегодня с теми системами, которые могут как резервные выступать и сберегательные банки 22 триллиона. Мы не трогаем эти резервы. И даже при 50% использовании вот этих системных вопросов мы решаем бюджет на уровне 20,9 триллиона. Уважаемые коллеги, безусловно, надо поддержать те точки роста, которые у нас сегодня есть через народные предприятия, через государственные предприятия, малый, средний бизнес. Социальная сфера должна вздохнуть. Здравоохранение. Сегодня опять вырезаем все, что связано со скорой помощью. Жилищно-коммунальное хозяйство. Удавка висит сегодня на теле и России, и наших граждан. Надо отменить эти злые законы, которые приняли, и капитальный ремонт, и налог на имущество, и особенно земли, которые сгоняют сегодня крестьян с земли. Нам надо позаботиться, конечно, о нашей духовности. Патриарх вместе с Папой Римским показали пример, как надо заботиться сегодня о духовности человека. Мы через средства массовой информации разъедаем, расслеваем те скрепы духовности русского народа, всемного рационального народа России. Соборность, справедливость, патриотизм. Подменяем русофобии, антисоветизмом. Решить проблемы, великие, которые поставлены сегодня перед Россией в глобальном мире, через экономическую систему, это наша благородная задача. Давайте все вместе ее решать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова